Здравствуйте, дорогие друзья, с вами я, Марус Алексеев, компания Кровмонтаж. Сегодня я подведу итоги конкурса КТПЛ дарит весну, и у нас уже определился победитель. Мы получили около сотни заявок от желающих принять участие в этой акции. Страна у нас огромная, регионов много. Приходили заявки с Урала, с Сибири и так далее. Спасибо, дорогие друзья, подписчики, что отозвались, хотя бы рассматривали этот шанс принять участие в нашей акции. Но, к сожалению, ни один я принимаю решение по выбору претендента, участника акции. По условиям конкурса КТПЛ отобрал пять финалистов по своим каким-то критериям. Мне оставалось лишь выбрать одного победителя среди пяти человек. За моей спиной кровля, которая требует наискорейшего ремонта. Под этой кровлей скрывается аж целых два мансардных этажа. Арочные окна, две башни шестигранные и десять мансардных окон. Площадь кровля составляет около 500 квадратных метров. На этой кровле будет 150 квадратных метров кровельного материала и сопутствующих материалов. От компании КТПЛ подарок. И остальные материалы с 50% разовой скидкой. Теперь зададим несколько вопросов нашему счастливому победителю. Здравствуйте, Анна. Ну что, Анна, вы готовы к радиозной стройке? Я смотрю, у вас тут аккуратно травка везде, насаждение. Есть проблемы, не один год они возникают. Есть протечки, да, проблемы с водостоками. Хочется сделать все хорошо, качественно и уже забыть про это, чтобы все было красиво, надолго и не было никаких проблем. Это мы можем, так и будет. Если нам это будет делать кровь монтаж, ну, это еще намного-намного лучше и тем более приятно. А как вы узнали о проводимой акции? Подруга скинула ссылку на вашу фирму, чисто случайно увидела, потом уже посмотрела, стала разбираться. Но вы не забыли подписаться на ваш YouTube канал? Железная кровля у нас была, мы ее неоднократно ремонтировали, поэтому, конечно, уже хочется попробовать что-то хорошее. Такая фирма, как эта ПАП, все мои знакомые в школу Полок слышат, говорят, вау, это круто, это классно, это лучшее, это, ну, что вообще можно только мечтать. Все супер, что мы выиграли в этом конкурсе. По условиям этой акции через несколько лет, через лет пять, например, к вам приехать в гости. То есть вы, наверное, к нас еще будете приезжать? Конечно, конечно, это отчасти рекламная акция, да, я не скрываю. Мы через пять лет приедем просто, чтобы вы оставили отзыв. Вы довольны этим материалом. Он заявленные характеристики там выдерживает, насыщенный цвет остается и так далее. Честный отзыв? Честный хороший отзыв. Я не знаю, хороший или нет, вот честный отзыв. Ну, должен быть, хороший же, правильно? Ты пишешь, ты пиши, пиши, вот это же, это правильно. Нет, вот если вам не понравилось, не понравится или скажете материал. Это может быть, разве? Нет, а почему нет? Мы же, ну, я думаю, конечно, нет, материал-то хороший. Спасибо, вам большое будем надеяться. Хорошо. Ну, а мы пойдем работать. Мы уже, естественно, были на этом объекте, делали замеры и так далее. Но хочу сейчас вскрыть кровлю, посмотреть состояние гидроизоляционных пленок и подкровельных слоев. Клиент, в принципе, говорит, что на данной кровле, как такого, конденсата нет. Зимой на мансарде тепло, в зонах ендов, в этих арочных окнах, в мансардных окнах. Такие локальные протечи. Кровля уже делалась в два раза, ремонт здесь делались, там сверху утепления еще докладывали, слои утепления. Это мы сейчас все выясним. Данная пристройка, это зона барбекю, почти плоская кровля здесь. Мы планируем вот этот участок зоны барбекю объединить в один скат, потому что здесь вот эти все, они бесполезные желоба, и зачем они нужны? Перенести водосточную систему на край этой беседы. Сделать сопряжение на расстоянии метра от края этой кровли. Андрей, вскрывай кровлю. Вскрыли лист металлочерепицы. Клиент говорит, что он производил ремонт на данной кровли 6 лет назад. Полиэстер. Хочу обратить внимание, я не знаю, камера передаст, насколько здесь насыщенный цвет, насколько вот здесь уже выгорело, да? Ну, в принципе, металлочерепица, я ничего не хочу сказать, она своих там лет 10-15 гарантий, она отстоит до сквозной коррозии, я думаю, по-любому, потому что толщина 0,5. Теперь посмотрим подкровельные слои. Уже вижу, какие недостатки. Контррейки, контрбрыска нету. Гидроизоляция категории D для холодных кровель, либо для мансардной кровли с двойной вентиляцией. Сейчас мы ее прорежем, посмотрим внутри. Гидроизоляция D, я сказал, но это не критично, если здесь обеспечен вентиляционный зазор. Зазор есть. На карнизе я видел софит перфорированный, но единственная ошибка, нет контробрешетки. На данной кровли 5-сантиметровый брусок, она поднимется на 5 сантиметров, то все окна, они должны подняться на 5 сантиметров вместе с кровлей. И получится, что откосы внутри нужно будет тоже ремонтировать. Доска у нас 150, утепление здесь 100. Здесь утеплено 100 миллиметров, но здесь в мансардном помещении есть перегородка, которая тоже утеплена. Друзья, не ставьте пластиковые водостопки на кровлю. Я вас умоляю, все в ржавчине заменим флюгарки и обошьем фасадными панелями под камень, под дикий камень, все трубы. В общем, сделаем... Конфитка будет. В водостоке будем менять, подшивка остается. Меня порадовала металлическая лобовая доска. Это мы так всегда делаем. Подшиваем пластиком, а лобовуха должна по-любому быть из металла. Вот, конечно, стык на угол свели. Вайфхак от меня. Даже если вы задумали металлочерепицей монтировать такие шестигранные башенки и прочие вещи красивые, ну, не делайте вы прямые коньки. На таких вещах, где просматривается кровля, особенно башенки, нужно делать полукруглые коньки, тогда будет смотреться вот. Имейте в виду. На вот этих шестигранных башенках очень маленькие выносы. Смотрится не очень. Мы решили выйти из положения, сделать некую такую юбочку. Появится вынос кровли. Вот издалека видно, как смотрится без юбочки. По фасаду будут течь влага, сосульки. И вот этой юбочкой мы зададим форму определенную. У купола или у башенки юбочка должна быть обязательно. Вид будет совершенно другой, сказочный. Есть отдельные проблемные участки на данной кровле. Это совмещенные три полукруглых эркера. И там образовываются снеговые карманы. Как раз накапливается снег зимой. Металлочерепица – это не тот материал кровельный для таких мест. Здесь нужно комбинировать либо фальцевую кровлю, либо гибкую. Это проблемное место. Мы планируем объединить три полукруглых эркера под единую крышу. Да, грандиозный объект. И это еще нужно не затопить нашего клиента. Не затопим. Опыт есть. А сейчас я задам главный вопрос представителю КТПАЛа в России, Ксении. Ксения, как вот родилась эта идея организации этого конкурса? В этом году компании КТПАЛ исполняется 70 лет, поэтому в честь нашего юбилея мы хотели бы поделиться своей радостью, в том числе с нашими покупателями. Чтобы большее количество людей оценили качество нашей продукции, мы выбрали тот объект, который позволит отразить работу кровельщиков. На данном объекте представлено очень большое количество узлов, сложная геометрия кровли. Мы выбрали коллекцию КТПАЛ для данного объекта. Коллекция называется Форте. Это самая необычная и новая коллекция в ассортименте КТПАЛ. Подойдет по красоте и сложности для данной кровли. Я хотел поблагодарить от лица моих подписчиков и сотрудников нашей компании за такую прекрасную акцию и возможность в компании КРОВМОНТАЖ в ней поучаствовать. Большое вам спасибо. Спасибо. Я еще надеюсь с вами встретиться здесь, именно на окончании этого объекта и подвести итог. Окей? Да, спасибо. Итак, дорогие друзья, в этом видео мы познакомились с победителем проводимой акции совместной КТПАЛ и КРОВМОНТАЖ. Показали вам объект, вводный сегодня был день. Спасибо вам за внимание. В дальнейших сериях смотрите подробный ремонт, который будет производиться на этом объекте. С вами был Мороз Алексей, компания КРОВМОНТАЖ. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»! ВООН! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...